Здравствуйте! Первый городской продолжает свою работу в эфире. Чем запомнился четверг, 15 сентября, знают наши корреспонденты. Студия Ирина Коробко, это время Одессы, главные новости дня и смотрите далее. Под угрозой прорыва чиновники потратят 42 миллиона на ремонт аварийной хаджибейской дамбы. В случае прорыва лиман может затопить большую часть Одессы. 200 предприятий, банков и страховых компаний. В Одессе стартовал международный финансовый форум. Украина вошла сегодня в тройку мировых лидеров по экспорту зерна. Open Air в Горсаду и Вечер памяти Юрия Кузнецова в городе готовятся к традиционному джаз-фестивалю. Отслушав очень много предложений, я вам хочу сказать, что они не просто хотят. То есть европейские, американские музыканты, они умоляют. И все подробности далее в нашем выпуске. В центре Одессы избили турецких болельщиков. Группа фанам футбольного клуба «Фенербахче» отдыхала на летней площадке одного из заведений на Дерибасовской. По словам очевидцев, без лишних слов к ним подбежали неизвестные в масках и с коктейлями Молотова. Завязалась драка, в результате пострадало несколько человек, некоторым потребовалась медицинская помощь. Отмечу, турецкие болельщики приехали в Одессу на матч Лиги Европы их любимой командой против Луганской зари. По предварительной информации, иностранцев атаковали болельщики из противоположного лагеря. Кто главный на курорте? В прямом и в переносном смысле жарко было в Затоке. Там не могут поделить место главы поселкового совета. Именно он должен исполнять обязанности местного мэра. Одна из депутатов поселкового совета, которая претендует на ключевую должность, пришла в сопровождении трех десятков мужчин и попыталась попасть в здание. Но сделать это ей так и не удалось, помешали сторонники оппонентов. Все закончилось потасовкой. Вы видите, эти люди постоянно силу применяют. То есть у нас ступали от машины, то зеленка обливает, то вот видите газ. Ну, я не знаю, ну, беспредел какой-то. Получается, я нормальный человек, вот даже любой житель Украины может поселковый совет зайти. А я не могу никак депутат, никак местный житель, никак зайти. Люди, не пропустившие Наталью Вернигору в здании, говорят, главой поселкового совета должна быть не она, а Галина Барановская. Отмечу, глава поселкового совета Затоки должен исполнять обязанности местного мэра после ареста Василия Звягинцева. Его подозревают в организации крупной земельной аферы. Авария на пятой станции Большого фонтана. Здесь столкнулись КамАЗ и внедорожник. В результате происшествия никто не пострадал, зато образовались огромные автомобильные заторы. Движение трамваев и троллейбуса в этом районе пришлось приостановить почти на полтора часа. По предварительным данным, виновник аварии – водитель грузовика. И все подробности выясняют сотрудники полиции. Пострадавшие от взрыва жилой дом на улице Пасмитного отремонтируют за 2,5 миллиона гривен. Изначально чиновники называли сумму в 3 миллиона, однако компания, которая выиграла тендер на проведение работ, согласилась сделать это дешевле. Привести в порядок здание планируют до конца этого года. Напомню, взрыв бытового газа произошел здесь 23 мая. Два человека погибли, еще четверо получили травмы. Малиновский суд оштрафовал обвиняемого по делу 2 мая Александра Алешина. Подсудимый опоздал на заседание почти на час. В результате в слушании пришлось несколько раз делать перерыв. По закону проводить разбирательство без всех фигурантов дела невозможно. Отмечу, суды по массовым беспорядкам на Греческой неоднократно переносились из-за неявки сторон. И если обвиняемый не предоставит уважительную причину своего опоздания, ему придется выплатить почти полторы тысячи гривен. На самом слушании прокурор показал протокол опознания. По документу один из обвиняемых, Максим Сакауов, узнал на фотографиях другого подсудимого Александра Суханова и подтвердил его участие в массовых беспорядках на Греческой. Сам Сакауов от своих показаний отказывается. Говорит, опознание проходило без переводчика, а его результаты сфальсифицированы. Я не слышал, чтобы проводилась служебная проверка какая-то по поводу фальсификации моих показаний и так далее, и тому подобное, опознание и так далее, и тому подобное. То, что я знаю Суханова, я никогда это не отрицал. Но то, что он принимал активное участие, я его не видел там. Под угрозой подтопления в ближайшее время на объездной дороге стартуют работы по укреплению хаджибейской дамбы. На это чиновники уже выделили 42 миллиона гривен. Закончить обещают к концу года. Наждается, что новое сооружение прослужит не менее 25 лет. В течение длительного времени дамба находилась в аварийном состоянии. Специалисты уверяют, если сооружение не отремонтировать, под угрозой затопления могут оказаться сразу несколько районов города. Тему продолжит Ольга Дунская. Хаджибейский лиман – одно из любимых мест одесских рыбаков. Здесь и улов хороший, и до города недалеко. Только насыпь, которой более 70 лет все больше разрушается. И в случае прорыва лиман может затопить большую часть Одессы. По самым скромным подсчетам ученых, в результате обрушения дамбы может пострадать 40 тысяч человек. Местные рыбаки рассказывают, в последние годы объездную дорогу, которая огибает хаджибей, подтапливает все чаще. Правда, пока не сильно. Было неоднократно, когда сильные ветра и шторма, сильный северный ветер, дорогу перехлестывало. Приступить к ремонту дамбы чиновники планируют уже со следующей недели. Для этого из местного бюджета выделили 2,5 миллиона гривен. Еще 40 добавила область. Правда, восстановит не все сооружение, а лишь 900-метровый участок со стороны села Усатого. По мнению экспертов, этого достаточно, чтобы не допустить катастрофы. Снизится точечное влияние на дамбу, то есть этих острых углов железобетона. Также понизится гидравлическая кривая давления на дамбу. И уйдут так называемые процессы суфозии, вымывания твердых частиц водой, которая идет, дренирует через тело дамбы. На время работы объездную дорогу сделают однополосной, с реверсивным движением. Для этого на аварийном участке установят светофоры и освещение. С службой автомобильных дорог, со службой ГАИ схема движения согласована, и она будет однополосная. Соответственно, будут замедляться движения транспорта. И важно, чтобы там, где есть возможность, одесситы не ехали по окружной дороге. Закончить работы планируют до конца года. Специалисты дают гарантию 25 лет. Но чтобы полностью разрешить проблему затопления, нужно остановить повышение уровня воды в Лимане. Каждый год сюда сбрасывают тысячи кубометров сточных вод. Ольга Дунская, Эдуард Шендерович, Первый городской. И мы идем дальше. В Одессе открылся международный финансовый форум. На конференцию съехались около 200 участников. В первую очередь, это представители сельхозпредприятий, банков, лизинговых и страховых компаний. Среди них эксперты из Германии, Швейцарии, Австрии, Чехии и Польши. Главная цель – поделиться опытом в борьбе с финансовыми рисками, которые регулярно возникают в аграрном секторе экономики. А также определить стратегию развития ведущих предприятий и отрасли. Форум проводится уже в 16-й раз и продлится на протяжении двух дней. Для Украины это очень важное направление. Это одно из направлений, которое реально пополняет казну валютой. Вы знаете, что Украина вошла сегодня в тройку мировых лидеров по экспорту зерна. И страхование данного направления – это один из серьезных инструментов развития этого бизнеса. Далее криминал. Трое молодых людей обокрали одесситку. Один из воров проник в ее квартиру через окно и вынес оттуда планшет, два ноутбука и несколько мобильных телефонов. После чего вернулся в машину, вместе с товарищем и подругой скрылся с места преступления. Правоохранителям удалось задержать грабителей по горячим следам. Выяснилось, что парни и девушка причастны и к другим кражам. Я зашел, открыл окно, зашел в комнату, взял два ноутбука, положил их на подоконник, вернулся еще раз, взял два телефона, вылез, забрал это и все, перешел через дорогу. Все, в машину мы уехали. Каллиграфия, инсталляции, скульптура. В Музее западного и восточного искусства открылась выставка известного скульптора Инны Николаевой «Инфраструктура». В своих работах она использовала в основном металл, а на полотнах рисовала шваброй. По словам автора, на творчество ее вдохновляет природа, обычные растения и камни. В них Инна прослеживает структуру и старается ее передать в своих произведениях. Экспозиция будет открыта до 30 сентября. Меня интересует структура, как это держится, архитектура. И так возникла каллиграфия. Мне стало это интересно, я стала практиковать ее в каллиграфии свободной. Мне захотелось каллиграфию перенести от бумаги во что-то буквальное, в объем. И вот так вот, таким образом, в принципе, и построена выставка от каллиграфии к рельефу, от рельефа к объемной скульптуре. В Одессе стартовала Динамиада 2016. Это спортивные соревнования, которые проводятся раз в два года между представителями различных силовых структур. В нашем городе проходит пока первый этап, который включает состязания по легкой атлетике и самбо. За звание лучших соревнуются около 70 спортсменов со всей Украины. Подробности знает Наталья Усатенко. Динамиада проводится с 1993 года. Это самые масштабные спортивные состязания между украинскими силовиками. Полицейские, нацгвардейцы, СБУшники, пограничники и другие представители силовых подразделений борются за звание лучших. Почти все участники соревнований – профессиональные спортсмены. В своей дисциплине многие чемпионы Европы и мира. Раз в два года они съезжаются на Динамиаду, чтобы защитить честь своего ведомства. В этом году соревнования проходят по шести видам спорта в трех городах Украины. В Одессу съехались лучшие самбисты и легкоатлеты. Последние бежали кросс на один, три и пять километров. Девушки хоть и преодолели минимальную дистанцию, говорят, парням спорт дается тяжелее. По статистике девушки более показывают высокие результаты именно по местам в мире и в Европе. Мальчикам вообще сложно, а соревнования – это всегда полезно, потому что это популяризация спорта, чтобы детки даже те же не сидели за компьютером и все-таки приходили заниматься. Это интересно и для здоровья полезно. На чемпионате представлены почти все неолимпийские виды спорта. И не просто так. Организаторы говорят, подбирали только те дисциплины, которые смогут пригодиться силовикам на практике. Как бы развивает их профессиональный уровень. То есть борьба с самбо для силовых, безусловно. Табельная стрельба, безусловно. Палеотлон, они стреляют, плывут, бегут. То есть все прикладные виды спорта, которые нужны для качественного выполнения своих служебных заданий. Одновременно с легкоатлетами соревноваться начали и самбисты. У каждого спортсмена есть пять минут, чтобы уложить противника на татами. По словам судей, почти все участники состязаний – заслуженные мастера спорта, а также мастера спорта международного уровня. Состав команд небольшой, но все абсолютно профессионалы именно свободны. Они всегда готовы, потому что они служат таких подразделений, где надо всегда быть готовы. Сами же спортсмены признаются – захваты и болевые приемы на практике приходится применять часто. Так как я пограничник, очень много времени провожу на границе. Работа с контрабандой, нелегальными. Второй этап чемпионата пройдет на следующей неделе во Львове. Там спортсмены будут отжиматься и подтягивать гири. А вот призеров наградят уже 20 октября в Киеве, где пройдут еще два соревнования. По рукопашному бою и стрельбе. Наталья Усатенко, Андрей Терещенко, Первый городской. Одесса в джазе с 22 по 25 сентября. В городе пройдет уже 16-й международный фестиваль Одесса Джазфест. В этом году в наш город съедутся коллективы из 11 стран мира. Австрии, Германии, Греции, Соединенных Штатов, Италии и других. Украину представит трио одесского пианиста Андрея Покоза. Фестиваль откроет бесплатный open-air в горсаду. А вот основную программу представят в Одесской филармонии. Обработав и отслушав очень много предложений, я вам хочу сказать, что они не просто хотят. То есть европейские, американские музыканты, они умоляют. То есть это происходит, коммуникация таким образом, что они, зная, что сейчас непростое финансовое время в Украине, и вообще в мире джаза никого особо не балуют конорарами, многие из них находили сами деньги. В текущем году Одесса Джазфест впервые пройдет без своего основателя, пианиста и композитора Юрия Кузнецова, который умер в мае этого года. В рамках фестиваля запланирован вечер памяти известного одессита. Также участникам планируют вручить первую премию имени Кузнецова. И презентуют новый проект, в котором прозвучат авторские аранжировки мелодий, написанных основателем джазфеста. Ну и мы на этом заканчиваем. Вы смотрели «Время Одессы». Пусть следующий день принесет больше хороших новостей. Спасибо, что смотрите. Будьте с нами и дальше. Увидимся на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин